Еще в 2022 году президент Российской Федерации подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября. СПО можно назвать промежуточным звеном между школой и вузом. Его получают, чтобы стать специалистами-практиками. Сегодня данный вид обучения является самым массовым в России. В Казанском федеральном университете сейчас реализуются 24 направления. 10 из них в Набежночелнинском институте, 6 в Елабужском и 1 в Казанском федеральном университете. Последняя совсем недавно открыла свои двери. С этого года у нас открылась программа для среднего профессионального образования по дизайну. Набор прошел очень успешно. Мы планировали набрать одну группу, набрали целых три группы. Общее количество студентов у нас получилось 75 человек. В сентябре Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета дал старт новой образовательной программе среднего профессионального образования по направлению дизайна. В процессе обучения студенты будут знакомиться с ремесленной деятельностью, узнают, как работать на объектах культурного наследия, научатся разрабатывать проекты, социально значимые для города, а также освоят IT-технологии, востребованные в современном мире. Среди них motion design, создание сайтов и графики. Преимущества данной программы обучения – интенсивный учебный план, раскрытие личностного потенциала каждого студента, получение в большом объеме прикладных навыков, а также сотрудничество с преподавателями Казанского федерального университета, практикующими дизайнерами, архитекторами и деятелями культуры. На первом году обучения в любом случае они проходят программу среднего общего образования, но тем не менее мы им даем параллельно творческие направления, творческие дисциплины они уже проходят и уже со второго года у них будет больше творческих дисциплин и уже они смогут применять свои знания в работе и уже начать работать даже параллельно обучению. Среднее профессиональное образование в Казанском федеральном университете – это не только получение качественных знаний с большим объемом практической подготовки, но и перспективы для карьерного роста. Немало важно, что студентам предоставляется возможность работать уже со второго курса и при желании после окончания обучения продолжить получать знания в КФУ без сдачи ЕГЭ. Кристина Отекина, Фаридзахидоглы, Универньюз.